Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Джибхаев и коротко о главном. Он навсегда останется в памяти народа как мудрый политик, опытный управленец и истинный патриот. Сегодня исполнилось бы 70 лет Назиру Хапсирокову. Мобилизованным их семьям продолжают оказывать помощь очередная партия гуманитарного груза от оперштаба «Мы вместе» отправлена военнослужащим. Это учебное заведение зарекомендовало себя одним из результативных образовательных учреждений в республике. 30-летие отмечает Хабецкий лицей. Тайна пирата под таким названием «Кислободский цирк» предлагает зрителям новое шоу, в котором животные наравне с артистами выполняют сложные трюки. На 108-м году жизни не стало ветераном Великой Отечественной войны почетного гражданина черкеска Григория Овсиенко. Григорий Павлович воевал в составе 102-го стрелкового полка, участвовал в форсировании Днепра, в освобождении Харькова и других городов. Трудился много лет во благо Родины. И в послевоенное время за боевые заслуги был награжден Орденом Отечественной войны второй степени и различными медалями. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов выразил слова соболезнования родным и близким Григория Овсиенко и отметил, что ветеран был и остается безоговорочным примером мужества, патриотизма и жизнестойкости. Сегодня исполнилось бы 70 лет известному государственному и общественному деятелю Российской Федерации Назирову Хапсирокову. В жизни он проявил себя энергичным инициативным руководителем и организатором. Назир Кизирович всегда оставался тем человеком, который объединял вокруг себя людей, земляков и людей разных национальностей и профессий. На аллее Славы Черкесии, где установлен его бюст, состоялся торжественный митинг. Альбина Ламкова продолжит тему. 70-летний юбилей одного из достойнейших сынов Карачаева Черкесии собрал всех тех, кто знал и почитал Назира Хапсирокова. Представителей власти и общественности, а также родственников и друзей. Служение родному отечеству было делом всей его жизни. Масштабное мышление, профессионализм, талант организатора и управленца позволяли ему решать самые сложные и поставленные задачи. Вместе с тем Назир Хизирович никогда не забывал о своей малой родине. Был истинным патриотом Карачаева Черкесии. Всегда с уважением относился к землякам и оказывал им помощь и поддержку в нужную минуту. Говорили о нем, как и о чутком отзывчивом человеке, интернационалисте. Он человек, чья судьба была тесно связана с историей нашей малой родины. Внёсший весомый вклад в процветание не только Карачаева Черкесии, но и всей России. Назир Хапсироков делал всё, чтобы поддерживать мир и стабильность нашей республики. Переехав в Москву из Карачаева Черкесии, он своим трудом и упорством достиг высоких результатов. Имел большой опыт работы в администрации президента, в Генеральной прокуратуре России. Он в буквальном смысле этого слова жил жизнью и заботами людей. Говорили на митинге. Я его знаю 40 лет и знал. Не было случая, чтобы кто-то ему позвонил. Даже если он не знал человека, он не говорил, я тебя не знаю. Сразу въезжал в тему и в рамках разумного начинал помогать. Он оставил добрый след на земле. И мы ещё долго будем его вспоминать. И сегодня мы можем говорить о том, что эта семья служит своей малой родине, служит своей стране и живёт по принципам человечества. В этот день прозвучало немало добрых слов, посвящённых Назиру Хизировичу, который скоропостижно ушёл из жизни в 2011 году. Он стал наставником для директора аграрно-технологического колледжа Азамата Матакаева. Уникальный человек, обладавший фантастической дипломатией и гибкостью, политическим и экономическим чутьём. Умевшим дружить и дорожить дружбой, сказал он, вспоминая достоинства к юбилярам. Затем Азамат Иберагимович процитировал слова общего знакомого с Назиром Хизировичем, певца и поэта Вилли Токарева. Особенно впечатляет заключительное высказывание. Так устроено в нашем сложном, загадочном мире, не уходит из жизни, оставивший доблестный след. И не даром мы помним Гомера и любим Шекспира. Хоть прошло с той поры бесконечное множество лет. Действительно в жизни Назир Хизирович был Гомером. Его изречения, его цитаты, его видение ситуации, его сдержанность. А в работе был Шекспиром, потому что всё, что он делал, он делал уникально. Он делал шедевр. Действительно, биография Назира Хапсирокова – это яркий, чистый след для молодого поколения. А жизнь – вечный гимн порядочности, человеколюбие, ответственности и служение Родине, сказал в заключении своего обращения Азамат Матакаев. С благодарностью от имени всех родственников выступил депутат Народного собрания Али Хапсироков. Он был опорой для семьи. И я хотел бы выразить слова благодарности руководству республики, друзьям, коллегам, всем, кто сегодня присутствует на этом мероприятии за все эти тёплые слова. Затем состоялась церемония возложения цветов к памятнику видного государственного и политического деятеля Назиру Хапсирокову. В этот день его младший сын Умар Хапсироков, вспоминая отца, рассказал о его наставлениях, с гордостью выделяя доброту и благородство. Нужно быть честным, нужно быть порядочным, нужно всегда любить свой народ, ценить друзей, ценить дружбу. Альбина Ламкова, Лебастанов, Весе, Карачаева, Черкесия. Очередная партия гуманитарной помощи направлена из Карачаева-Черкесии военнослужащим, участникам специальной военной операции в Украине. Десятки наименований продовольственных и непродовольственных товаров отправили нашим землякам. В акции, организованной общественным движением, мы вместе приняли участие и неравнодушные жители республики, также родственники военнослужащих. Большинство упакованных посылок имеют конкретного адресата и будут доставлены лично в руки военнослужащим 34-й бригады, укомплектованной в основном выходцами из Карачаева-Черкесии. Как отметили в оперштабе, мы вместе, они оказывают помощь и семьям мобилизованных. В социальных сетях мы запустили информационную клич, кинули, что мы собираем помощь для наших мобилизованных. Понятно, что сейчас близится время к зиме, то есть это средства личной гигиены, теплая одежда, носки, балаклавы, нательное белье, термобелье. У нас есть люди, которые самостоятельно откликнулись, как физические лица приняли участие в этой акции, так и бизнес-сообщество подключилось. Это некоммерческие организации, естественно, органы власти оказали нам поддержку. И сегодня мы будем собирать все и отправлять. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Черкесский ночью небольшой дождь, днем бессущественных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночью 1-3, а днем 7-9 градусов тепла. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Три десятилетия на Неве просвещения. Свой юбилей отметил общеобразовательный лицей-интернат Аула Хабеза имени Екатерины Хапсироковой. Среди числа гостей поздравить с днем рождения Альма-Матер пришли многочисленные выпускники прошлых лет. Среди них побывала и Фатима Даурова. «Лицей мой мир, моя душа, моя вселенная» – такой девиз прописан в лицейском уставе. По нему вот уже 30 лет живут его ученики и их наставники. Большой и дружный педагогический коллектив, который передает свои знания, умения и навыки молодому поколению – три десятка лет. Именно их сегодня подчуют на венцах профессиональной славы. Им посвящены слова благодарности выпускников и признательности за уважаемый и достойный труд от их родителей. Несмотря на то, что я уже более 15 лет назад его закончила, а по сей день я вспоминаю свои лицейские годы, как самые, наверное, тёплые, трепетные. Безумно благодарны педагогическому коллективу. Именников поздравили и парламентарии нашей республики. Они поблагодарили ветеранов педагогического труда и учителей за верность призванию, любовь к профессии, внимание к детям и вклад их в будущее. Нелёгкий труд преподавателей был отмечен почётными грамотами Президиума Народного собрания республики и Министерства образования и науки Карачаева-Черкесии. Среди них оказалась и учитель английского языка Рита Седакова. Я хочу пожелать моему коллективу дальнейшего развития, чтобы у нас всё было хорошо, чтобы страна наша жила в мире, чтобы и у детей, и у нас, и у всего нашего народа всё было хорошо. За 30 лет Хабецкий лицей зарекомендовал себя одним из результативных учебных заведений в республике. Уровень образования позволяет выпускникам-лицеистам поступать в лучшие вузы страны благодаря высоким баллам по ЕГЭ. Особый вклад лицея в развитие образования Хабецкого района отметил глава администрации Тимур Жужуев. Мы благодарны преподавателям за тот труд, который они делают, за тот профессионализм, который они передают своим детям. И это является очень значным фундаментом для наших детей, которые достойно представляют нашу республику в высших вузах страны. Особым подарком к юбилею станет строительство нового здания лицея на 254 места. Начало работ запланировано на следующий год. Фатима Дорова, Белла Мамхягова, Ислам Рума, Вести, Карачаево, Черкесия. Захватывающее морское путешествие. В Кисловодском цирке премьера сказочного циркового шоу «Тайна пирата» под руководством заслуженного артиста России Александра Иванова. Артисты исполняют трюки, вошедшие в книгу рекордов Гиннесса. О волшебном спектакле расскажет Светлана Шаганова. Волшебной книге сказочника и скрывается тайна пирата. Но чтобы ее разгадать, нужно прочесть необыкновенную книгу. Внучка писателя увлечена гаджетами и читать не любит, но обожает веселиться и попадает в компанию пиратов. Так начинается захватывающее и поучительное морское приключение. Новая цирковая программа – это не просто шоу, это спектакль-сказка, в котором животные наравне с заслуженными артистами России выполняют сложные трюки. Номер «Медведь-канатоходец» входит в книгу рекордов Гиннесса. Любой трюк с медведем на высоком канате не имеет аналогов. Больше ни одного такого номера вы вообще в цирке, в мировом не увидите. Все цирковые номера поражают своим великолепием и мастерством артистов. Человек идет по канату и чеканит мяч. Этот номер тоже занесен в книгу рекордов Гиннесса, и подобного не исполнял никто. Благодаря режиссерскому решению на манеже меняются декорации, и зрители невольно путешествуют и попадают то на палубу корабля, то на тропический остров. И вот мы в джунглях. Неожиданная встреча с таинственными обитателями – крокодилами и питонами. Здесь и забавные обезьяны-папуасы. Собаки-акробаты – грациозные кошки-артистки. Они же – эквилибристки и гимнастки. А вот и амазонки на резвых лошадях. Бесстрашные наездницы под руководством заслуженной артистки России Валентины Кульковой на высокой скорости демонстрируют настоящие чудеса джигитовки. Яркое представление погружает всех в мир морских странствий и приключений. Герои спектакля вместе с командой отважных моряков побеждают коварных пиратов, разгадывают тайну и возвращают похищенную внучку писателя-сказочника. В цирке «Аншлаг» бурные аплодисменты от сказочного спектакля и увлекательного морского приключения. Директор Кисловодского цирка Ирина Веселкова-Лен благодарит артистов Российской государственной цирковой компании за подаренный яркий праздник. Давайте все вместе поприветствуем артистов и поблагодарим их за высокое мастерство и за ту радость, которую они дотрят зрителям. «Тайна пирата» – необычная программа. Здесь и театр, и цирк, и эстрада, мюзикл. Одним словом, синтез жанра. И все это высокое искусство лучше один раз увидеть. Ждем вас у нас в цирке на шоу «Тайна пирата». Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, из Кисловодска. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Художники». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!